Привет, дорогие тельцы! Этот расклад не для всех, для некоторых тельцов, у которых может быть сложные отношения или какие-то непонятные отношения. Итак, тельцы. Этот расклад может быть для вас. Почему я говорю «может быть»? Потому что однозначно он не для всех. А мы будем принимать сообщения от высших сил для тех, кому это больше всего нужно. Скорее всего, ваша интуиция привела сюда или ко мне на канал, или посмотреть это видео. И мы будем делать расклад на отношения, что у вас в любовной жизни происходит. В любовной жизни, по-моему, всё очень хорошо. Вы понимаете друг друга. Вы, может быть, даже находитесь в браке, или собираетесь, или работаете над этим, чтобы ваши отношения были официально как-то закреплены, потому что здесь говорится о том, что ваш мужчина, ваш человек или ваша женщина желает создавать с вами семью, иметь детей, работать вместе заодно, как бы на одной команде, я бы даже сказала. Потому что двойка чаш говорит о взаимности, императрица говорит о очень высокой сексуальной заряженности ситуации, поэтому она и императрица очень плодовитая, это женская сила, плодотворная. Здесь, возможно, вы строите какое-то материальное будущее вместе для себя. У вас сейчас проходит какой-то серьёзный переломный момент в ваших отношениях. Это карта старшего аркана, высший суд, карта дьявола, также старший аркан. И ещё появляется одна женщина, это королева Пентаклий. Я не могу сказать, что это женщина бывшая, это может быть женщина или мать, или сестра, или какой-то ещё любовный интерес. Здесь может быть любовный интерес у вашего мужчины к этой женщине, потому что карта дьявола говорит об этом. Возможно, эта женщина старается всячески привлечь вашего мужчину к себе, то есть взять то, что ей не принадлежит. Дьявол часто говорит об этом, что люди берут то, что им не принадлежит, но потом им воздаётся как бы. А ваш мужчина находится сейчас в таком положении, когда он считает, что с вами отношения он может строить, продолжать строить. И у вас есть хорошее перспективное будущее. Возможно, здесь играет роль какой-то сексуальный позыв у человека. Возможно, он сдерживает этот сексуальный позыв, может быть, к этой женщине, может быть, он серьёзно работает над тем, чтобы сдерживать свои привязанности или какие-то желания. Потому что этот человек не собирается оставлять вас или оставлять ваши отношения. Если у вас были какие-то спорные вопросы, ссоры или разногласия, то они здесь улучшаются, потому что ситуация, в общем-то, выздоравливает. Это карты, три карты прошлого, это три карты настоящего, а это карта будущего. Карта будущего говорит о выздоровлении. Если ваш человек сейчас не с вами, ваш любимый человек, то, возможно, здесь произойдут серьёзные перемены. Но у него есть, конечно, сложности, потому что так просто, наверное, от вот этой женщины он избавиться не может, несмотря на то, что она ему и не жена. Но она очень властная, и она очень, возможно, сексуально привлекательная или желанная или токсичная. То есть что-то такое, от чего бы он хотел одновременно к этому бежать и от этого же и убегать. То есть в самом деле, когда дьявол говорит, что дьявол попутал, как чёрт попутал, да, или же какая-то привязанность, которую держит человека, и он никак не может от неё избавиться, он совершенно точно хотел бы, хотел бы это сделать. Он работает над этим. Да. Человек прилагает все усилия, возможные и невозможные, для того, чтобы сделать шаги для выздоровления ситуации. Здесь высшие силы говорят, что если вы не вместе, то вы вполне можете дать ему второй шанс. Ну, здесь говорится даже первый шанс. Если у вас возобновятся отношения, да, то они, возможно, будут уже на другом уровне, другого вида, когда вы не будете просить внимания, когда этот человек будет сам давать вам внимание, сам будет предлагать вам ресурсы, сам будет помогать, помощь. Здесь очень хорошие карты в ближайшем будущем, которые говорят о том, что человек переродился, возродился. Где это у нас карта возрождения? То есть, если это бывший, то это однозначный возврат. Ну, не могу сказать нагулялся, потому что это было более серьёзное, чем гуляние, да. Это, возможно, было очень бурным. И завязка здесь есть, привязанность к этой женщине однозначно. То есть, она хорошо постаралась для того, чтобы увезти этого мужчины, в общем-то, может быть, даже и из семьи, потому что у вас всё-таки была любовь. Была любовь. Мужчина хотел бы выздороветь, он хотел бы избавиться, да. Он только не уверен, если вы ему дадите этот шанс. Он может быть гордый человек, своенравный человек, который не привык просить, который привык подчинять себе других людей. В данный момент он, может быть, показывает даже некоторую холод в отношениях с вами. Но на самом деле император, видите, он же в кольчуге сидит, да. Он старается, он прикладывает усилия, чтобы не быть эмоциональным. Потому что он понимает, что он здесь, здесь его большая вина, да. То есть, он это понимает. Просить прощения ему, вот, просить о чём-то, да. Он не привык. Император просить, где она, вот шестёрка, пентаклий, да. Император просить не привык. То есть, скорее всего, он ждёт, когда или время залечит какие-то раны, и у него будет какой-то шанс, да, возможность. Он планирует, да, воспользоваться шансом и возможностью, чтобы быть с вами вместе. Чтобы быть с вами вместе. А что эта женщина, что у него с ней? А эта женщина старается всячески удержать его. Эта женщина очень интуитивная, очень притягательная, очень красивая, очень магически настроенная. Здесь вообще получается три королевы, четыре королевы, да. Здесь очень сильная, значимая энергия. Может быть, здесь была энергия ещё какой-то женщины. Может быть, его мать или сестра, или кто-то не благоволил и не одобрял союз с вами, да. Как будто сваха какая-то здесь поприсутствовала. Как будто кто-то... Девочки, я не делаю привлекательную магию для мужчин, зазывательную, привязки, всякие такие вещи. Я не очень в это верю. Ну, наверное, я была очень удачлива, что мне это не пришлось как бы проверить на своей шкуре. Но я этого и не отрицаю, мои хорошие. То есть здесь говорится о том, что здесь могла быть использована и мог быть использовать и элемент какой-то магии. Да, потому что всё-таки эта женщина королева жезлов, другая женщина с деньгами, и женщина, которая в самом деле интуитивная, которая видит всё и может там повлиять на ситуацию. Да, они здесь присутствуют, то есть они поработали над этим мужчиной вашим. Как же ему удалось выбраться? Вот он очень независимый мужчина, да. Чем больше на него давят, чем больше его обхаживают, тем больше он отстраняется. То есть как император и по девятке Пентаклей, тем больше он прислушивается сам к себе, что и является хорошо. Но этот мужчина пережил большие взлёты и падения, может быть, даже в своей карьере. Но в данный момент у него всё хорошо как бы в материальном плане. В данный момент он терпеливо ждёт возможности, видите, да? Семёрка Пентаклей говорит, терпеливо ждёт возможности и этого случайного или не случайного счастливого момента, случай, когда вас ведёт судьба. Потому что он твёрдо верит, что вы для него вот именно та самая, именно та самая императрица, именно та самая, с которой он бы хотел строить своё будущее. Кто верит в кармическую любовь, может быть, он тоже верит в это. И это вторая половинка. Двойка Чаш говорит о очень тесном взаимопонимании, говорит о том, что люди, два человека, очень-очень подходят друг к другу во всех областях. Вам совет? Знаете, вам совет, если у вас есть возможность, и вы сейчас не с этим человеком, у вас есть возможность встретиться в среде друзей или в каком-то социуме не как на свидание, а как просто случайно, чтобы вы могли предоставить ему такую возможность, да? завязать дружеский разговор вначале, потому что этот человек довольно серьёзно страдает, он передумал очень многое. здесь из карты говорит совета, вам хорошо бы было поговорить и выяснить отношения, у вас есть шанс на победу. Видите, какой большой, три туза. То есть у вас, несомненно, есть шанс на возврат этого человека и победу. Но здесь не говорится, что нужно сидеть и ждать, да? Потому что к нему нужен тут особый подход к этому человеку. Он не привык, знаете, прогибаться или извиняться. Ну что ж, такие бывают императоры у нас, колючие в кольчуге. Я желаю вам удачи, дорогие тельцы. Конечно же, это не для всех. Я надеюсь, кому-то будет это очень-очень важно. С вами была Александра. Приходите на прямой эфир. Я делаю его, провожу каждый день в 19 часов по Москве. И там мы можем задавать с каждым вторым вопросы, получать ответы. Спасибо вам. Пока.